Итак, я уже размялся и готов сначала протестировать свои возможности во всех тех упражнениях, которые я изучал до этого, кроме стойки на руках. Почему кроме стойки на руках? Это очень глупая история, но я травмировал себе левую руку. Вы знаете, когда у вас много всяких вещей в руках, вот вы их несете, да, руки заняты, и вы толкаете как бы рукой вот дверь, чтобы она открылась. Я попытался это сделать, я надавил всем телом на руку, но перед этим я забыл открыть дверь. И поэтому всем весом тела еще коробками надавил вот на свой маленький... Горячь свободен? Мизинчик? Да, конечно. Вот так вот и укатили шину. Ну ладно, она все равно не нужна. Надавил всем весом на мизинчик, теперь он болит, и поэтому стойка на руках, где очень важно контролировать всеми пальцами пространство, естественно, делать не получится. Во всем остальном передний виз попробую, выходы силой. И приседания на одной ноге. Так, давайте начнем с выхода в силы. Сегодня, к счастью, я не забыл свои цепкие перчаточки Т2, поэтому покажу, как делать выходы силы на столбах. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, выходы все еще идут не так легко, как они шли до моего перерыва. Но гораздо лучше, чем они шли в прошлом видео. Да, как вы могли увидеть, там вообще все было очень плохо. Даже на простых военных ходах. А на столбах я делал сложнее, но в этот раз 3 я сделал, хотя, блин, раньше я делал по 5, по 7 на столба. Где, где этот уровень? Погнали посмотрим, что с приседаниями на одной, хотя это неинтересно, но тем не менее. Субтитры сделал DimaTorzok Иногда может показаться, что прогресса вообще нет. Но если посмотреть на первое видео, на первую уличную тренировку, где мы тренировались с Виталиком передней висой, и посмотреть, что мы там вообще не могли задержать четвертый шаг. Постоянно просто его роняли, сразу с трудом держали третий. То сейчас видно, что прогресс есть. Он идет очень маленькими шагами, очень потихонечку. Смотрю, что у меня дрожат руки, поэтому камера немножко дрожит. Но он есть. И это значит, что рано или поздно я дойду до переднего виса и поделюсь с вами видео своим успехом. Ну а сегодня что? Сегодня, как я уже сказал, драконий флаг. Я покажу, как за одну тренировку, если у вас достаточно базы, можно научиться выполнять это упражнение. Но, наверное, мы будем выполнять его на той перекладине. Перекладине? На той. На той скамеечке. Одного из подводящих нам нужен именно высокий угол. На самом деле, чем ниже угол скамейки, то есть вот здесь можно посмотреть, вот здесь, короче, это высокий угол, это низкий угол. Чем ниже угол, тем легче делать, потому что площадь соприкосновения спины с поверхностью больше, соответственно, держаться легче. Чем угол выше, тем, соответственно, площадь соприкосновения меньше, держаться тяжелее. И поэтому, если вы только выучите, то лучше подобрать пониже. На тех подводящих, на которых вы можете делать. Хотя, возможно, и на всех можно будет сделать, поэтому посмотрим. Ладно, первое подводящее упражнение этого дракони вис в максимальной группировке. Просто в максимальной группировке. Сейчас покажу. Если вам дорога ваша спина и ваша позвоночник, и ваши косточки, то всегда используйте что-нибудь под спиной. Всегда что-нибудь подкладывайте. Для этого идеально подходят толстовочки, воркаут. Желательно без молнии, но на молнии тоже, если у вас других нет, подойдут. Потому что они обеспечат вот такую вот мягкую подушечку, и, соответственно, когда вы будете вдавливать себя в эти доски, вам будет не так больно. Просто вот поверьте. Поверьте, и сразу используйте кофту. Субтитры сделал DimaTorzok Это упражнение может показаться очень простым, потому что оно действительно очень простое, но дальше, когда вы начнете его делать, вы почувствуете, как напрягается пресс. Это первое упражнение, с которым нужно начать. Эту позицию нужно удерживать секунд 30-60 перед тем, как двигаться к более сложной версии помидорки, то есть закрытого драконьего флага, но более сложного. Вот, нужно уверенно держать вот эту позицию. Это обеспечит вам контроль над прессом. Сейчас покажу второй шаг в изучении драконьего флага. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, второе упражнение, оно тоже, как вы видите, не очень сложное. Оно сложнее, чем первое, за счет того, что вы сильнее раскрываетесь, да, и из-за этого длина рычага увеличивается, соответственно, сила тяжести начинает действовать сильнее и начинает ланить вниз. Но все равно оно довольно простое, и те, кто не первый день занимаются на уличных турниках, скорее всего, быстро его освоят. Поэтому даже останавливаться здесь, собственно говоря, не на чем особо. И можно переходить к третьему упражнению. В общем, вы, наверное, поняли, почему я перешел на дальнюю скамейку с более высоким углом наклона, потому что иначе бы у меня просто ноги бы встали на скамейку, и никакого бы упражнения не получилось. Это уже третий шаг. То есть, в принципе, даже выполняя вот это упражнение, оно неплохо смотрится, и тех ваших друзей, которые не умеют заниматься на турниках, оно может даже впечатлить. Но это только половина пути до настоящего драконьего флага. Следующие два шага, по моей уникальной системе, пять шагов. Это выпрямление одной ноги и выпрямление второй ноги. На самом деле, драконий флаг – это отличное подводящее упражнение для переднего виса, поэтому, если хотите научиться делать вис, начинайте тренировать флаг. В нем работают все те же самые мышцы, то есть пресс, мышцы кора, поясница, кроме мышц спины, потому что вам не нужно себя приводить в исходное положение, а значит, он немножко легче. Это вот прям как отличное подводящее упражнение. К своему опыту тоже могу подтвердить, что когда я начал тренировать активно флаг, у меня пошел прогресс в висе. И это взаимодополняющее упражнение, что очень-очень здорово, потому что ты их можешь тренировать в рамках одной тренировки. Так, важный момент, о котором нужно помнить, когда вы делаете драконий флаг, вне зависимости от того, какой именно шаг у вас сейчас, вы должны всегда следить за горизонталью, всегда следить за тем, чтобы тело было параллельно земле. Во втором шаге, по-моему, на этом видео у меня получилось чуть выше. И это очень круто, когда ты себя записываешь на видео, потому что ты потом можешь прийти и посмотреть на свои ошибки. Поэтому при первой же возможности обязательно записывайте весь свой процесс тренировок. И просто потом сможете увидеться ошибки и исправить их. Это очень важно, особенно если вы тренируетесь в одиночку, как я, и никто вам не может подсказать. А даже когда вы тренируетесь с кем-то, как я, то все равно, блин, они вам ничего не подскажут. Просто вот бессмысленно с ними тренироваться. Поэтому я записываю видео, смотрю на камеру, как я потом делал, и затем исправляю ошибки. Поэтому, видите, уже в третьем шаге я сделал параллельно. И сейчас я буду показывать четвертое упражнение. То есть мы будем выпрямлять одну ногу. Одна нога останется согнутой. То есть чуть-чуть увеличим еще рычаг, чуть-чуть увеличим нагрузку силы тяжести. И попробуем сделать драконий флаг. Вот такие вот дела. Во-первых, да, я знаю, что получилось немножко непараллельно горизонтали. Чуть-чуть выше. Я еще не привык. Я сам научился делать драконий флаг совсем недавно. Поэтому я еще не привык ровнять его. И я не чувствую вот того момента, когда я достигаю горизонтали. Поэтому чуть-чуть выше держу. Плюс это немножко полегче, естественно. Ну, о чем я хотел сказать. Если делаешь попеременно, то есть одна нога прямая, одна согнутая, то обязательно делай на каждую ногу. То есть один подход сделай на одну ногу, обязательно сделай второй подход на другую. Потому что если будешь тренировать только одну ногу, то можешь развить дисбаланс. А это довольно сложное упражнение, которое дает серьезную нагрузку на все мышцы, которые вдоль позвоночника идут. Соответственно, если ты получишь дисбаланс, это будет очень нехорошо. Поэтому всегда, всегда нужно делать на обе стороны. Сейчас я немножко отдохну. И после этого драконий флаг, две ровные ноги. Я надеюсь, что будет горизонталь. Очень сильно надеюсь. Я буду стараться ради вас. Если будет горизонталь, то прям вот ставьте лайки и пишите в комментариях, что красавчик, Тоха. Горизонталь. Если нет, то можете просто поставить лайк, но ничего не писать. Я все пойму. Если не будет комментариев, я все пойму. Что это за звук? Ого, кажется, пришло время рассказывать страшные истории. Итак, драконий флаг. Может показаться, что это такое же простое продвинутое упражнение, как и остальные, но на самом деле очень часто люди начинают его изучать слишком рано. Вот был у нас парень на тренировке, который начал каждый день учить драконий флаг, и его пресс не справился с нагрузкой. Знаете, что я имею в виду под не справился с нагрузкой? Ему нахрен разорвало пресс. Просто вот так вот. Кишки. Кишки наружу, но пресс у него разорвало. После этого ему пришлось сделать операцию и вшивать сетку силиконовую, чтобы держались мышцы живота, чтобы органы не вываливались. Вы думаете, я шучу? Вы думаете, я шучу? Приходите в Парк Победы на тренировку, вы сами сможете с ним пообщаться. Он вам расскажет какое-то удовольствие, блин, когда у тебя силиконовая сетка вместо кубиков пресса. Поэтому не надо форсировать. Драконий флаг упражнение тяжелое, травмоопасное. Если не хотите проблем, то пока не научитесь делать 30 подтягиваний, 50 брусьев, 100 отжиманий, в хорошем качестве, не приступайте к ним. Вот реально. Если вам дорога ваша жизнь. Я прямо сейчас делаю, я чувствую, как у меня пупок рвется наружу. Он такой, Тока, Тока, я сейчас хочу сбежать. Я такой, нет. Потому что я делал всю эту базу, я вкачивал уровень, и я готовился к драконьему флагу. Поэтому такая фигня не случится. Я надеюсь, что это не случится, но на самом деле иногда, когда тренишь драконий флаг, ты прямо чувствуешь, что, блин, что-то может пойти не так, или обед может выйти из желания. Не хочу вас пугать, просто предупреждаю. Но у нас остался последний, последний момент. Я знаю, что будет очень много вопросов на этот счет в комментариях, поэтому решил записать сразу вам видео, как правильно складывать свою толстовку, чтобы подкладывать ее под спину на драконьем флаге. Итак, мы берем толстовочку, вот смотрите, на молнии, да, это особенно важно. Капюшон складываем обязательно внутрь, затем соединяем. Затем та сторона, которая с молниями, опять же идет внутрь, после этого пополам складываем и получаем вот такой вот комочек. Стороной, где нет рукава, кладем наверх, потому что здесь больше мягкой поверхности, соответственно, будет приятнее на ней лежать. И все, просто бросаете на скамейку и занимаетесь.